Шоколадная картина, цукерки в плюшевых упаковках и фигурки малпал. Кондитерские фабрики пропонуют разностайные подарки до Нового года. В святочных куферках до 30 видов цукерок, шоколадных и вафельных батончиков. Дрэча дрозниваются новогодние подарки не только ласунками, а и дизайном упаковок. Есть традиционная кордоновая в форме лихтарка, червяка, заплечника или плюшевая. В выгляде символа на доходе шоколада. В огненной малпы. У якости подарунка могут быть и шоколадные картины. Назирала за майстерством в шоколаде Александра Драгон. Это все шоколад. В данном случае у меня шоколадная глазурь. Наталья Кулак малюет шоколадными фарбами другой год. Хоть в арсенале только три колеры – белый, коричневый и черный, а лезых на ядомом аркуши вырастают заснеженные хаты и мурованные храмы. Капашпей до новогодних свят, майстер рубливо працует на цветочной коллекции размалеванных шоколадок. Изначально делается эскиз и рассматривается какая-то интересная картина, которая подгоняется непосредственно под шоколадку. Это обыкновенная шоколадочка, которая просто декоративно украшается. За день специалисту ручную может переутворить пять шоколадок у 3D-картины. Один минус – так и ласунок шкода каштовать. До речи, недохоп в цукерках, шоколадных и вафельных батончиках у покупников не будет. Только на этой столичной фабрце рыхтуть больше за миллион новогодних подарунков. Наши специалисты начинают разработку состава подарка уже в мае месяце. То есть даже к мае месяце уже состав известен. В этом году у нас произошел запуск новой линии производственной, и весь ассортимент этой линии уже заложен в подарки. То есть в наших подарках новые виды конфет, новые виды шоколада. У каждом новогоднем подарунку до 30 видов цукерок, а ваше таки святочные наборы до 3 кг. Даречи, адрозниваются новогодние подарунки не только начинками ласунков, але и дизайном упаковок. Есть традиционные кардоновые в форме лихтарок, качаровика, заплечника, або плюшевые в выгляде малпы. Вот, например, наш любимый Боня. Его мы выпускаем 10 тысяч штук в этом году. Вогненная малпа – символ надыходящего года. Гэты эмоциональные живелли не властива артистичность, таму у разных амплуа, ягья портреты намалявали шоколадье. Тыдень таму у продаж поступили ядомые сувениры. Ёлка Дед Мороз с шоколадом. На фабрице до новогодних святов почали рыхтоваться за 5 месяцев. И только символов Нового года выпустили больше 60 видов. Все лето гэты проекту васобили на фабрице у першыню. Прыхильникам же традиционных новогодних символов пропоновать шоколадные статуэтки вагой от 17 граммов до 1,5 килограмма. Разработано было в районе 60-70 макетов отдельных. Из них выбрали определенные, которые нам больше понравились, и в итоге их пустили в производство. На данный момент продукции более чем достаточно, чтобы обеспечить почти весь Минск. Солодкие подарунки у ассортименте уже трапили на прилавке магазинов Минска и региона, как загадя можно было подрыхтоваться до новогодних свят. Александр Драгун, Александр Горбачев и Александр Шостакович. Агентство «Телинавиль».